Тишина. Если тишина, значит там ничего живого нет. Голова. Спасибо. Здравствуй, Андрюша. Ну вот и моя распаковочка. Блин, да что такое? По-до... По-до... Подуспела. Давай ещё раз, ладно. Набор для совершения моментального перемещения во времени. Как сейчас помню, вкус Турбо, блин. Кто-то выплюнул, а мы сжирали неделю, блин. Все улицы, блин, ели. Вообще, блин. О, вот это детство, я понимаю. Выжили, выжили. Без ковида. Выжили. Ну, здравствуйте, мои хорошие. Ютуб-канал Андрея Флора. Это у нас посылочка номер, по-моему, 6. По-моему, 6. Я могу ошибиться. В этот раз посылочка пришла от красавицы Дарьи. Дарья, Дашенька. На посылочке написано Подарок. Подарок от Дарьи. Город Электросталь, ребятки, Подмосковье. Посылочка небольшая. Судя по весу... Голова-то может быть. Голова-то может быть в любом случае. Знаете, я все время про эту голову Андрея Александровича говорю. У меня такое ощущение, что когда-нибудь все-таки кто-нибудь ее мне пришлет. На нахер. Короче, ребятки, от Даши из города Электростали пришла посылка. Пришла посылочка, подарочек. Тишина. Если тишина, значит, там ничего живого нет. Ребятки, я хочу вас всех... Тихо. Ребятки, я хочу вас всех поблагодарить за то, что вы смотрите мой канал. За то, что вы оставляете комментарии. Подписывайтесь. Отписывайтесь. Потому что умираете. Но надеюсь, что перед тем, как отписаться, вы мне все равно оставили лайк и какой-нибудь свой гавнокомментарий. Я не скажу, что я в восторге от негативных комментариев. Но, слава богу, нормальных, адекватных людей больше. За это вам, ребятки, огромное спасибо. Я вам желаю крепкого здоровья. Любви. Удачи, гармонии, счастья в личной жизни. И хватит, а то морда треснет. Да, касаемо посылок, ребят. Если есть желание покормить блогера, который по кладбищам шарухает, что-то ищет конфеты, печенье. Я читал комментарии, кто-то написал, что ходит печенье там, что-то, ой, короче, какую-то ерунду. Бальные люди пишут. Если есть желание, отправить посылочку, потому что знаю, что желающие есть. Надо просто мне написать на почту. Kingpopmail.ru Я сам тупой, блин. Мне сделали ссылку, донатить могу теперь. Донатить, донатят, опять я какая-то донатина. Типа ссылка, на нее нажимаешь, и можно, можно отправить блогеру. Я говорю, ну, хоть надо, как это так надо. Сейчас все блогеры так делают, называется донаты. Все, ой, этот кусок я вырежу, какую-то ерунду наговорил. Ребят, давайте посмотрим. Ну что, барабанная дробь. Открываем вторую крышечку коробочки. Дальше идет третья крышечка коробочки. А за ней идет четвертая крышечка коробочки. Ох, бля, Дашка. Мешает, небось, эта херота. Вон это вот шкрябается, да? Дико бесит вас вот этот вот шкряб. Дашка. Набор из девяностых. Ой, Денди, Сега, Жувачки, Турбо, Бубльгумы, Кока-Кола, Пепси-Кола, Фантом. Девяностые, мы сейчас обязательно откроем. Смотрите, Юпи-Зук, от которых у нас всегда язык был оранжевый. Зука, Кофе, Мамба, Доктор Пеппер, Турбо-Жувачка, Лав, Денди. У меня такая Денди была, ребят. Ее, кассеты. У папки порноху спи***ешь. Посмотришь? Ой, вообще, конечно, мы дети такие были шуганные. Сейчас детей вообще ничем не напугаешь. Дашенька. Дашенька. Ай, голова. Это голова. После того, как мы возложим букет на могилу Леонида Гайдая, мы с вами двигаемся на Троекуровское кладбище. На Троекуровском кладбище 30 января сегодня. Господи, сегодня годовщина. Я же выглядели, только что я чуть сознание не потерял. Обратите внимание, красная шапочка идет, смотрите. Парикмахер, ребят. Смотрите. Смотрите, сова с феном. Сова-парикмахер. Спасибо огромное. Будет стоять у меня, будет стоять у меня в моем маленьком салончике, где я работаю, будет стоять этот филин. Это филин, наверное, да? Это филин, который вот с расческой, с феном. У него ножницы такие, кобура у него висит, в которой все эти даже зажимчики. Супер, смотрите, какая красотища. Спасибо огромное, Дашенька. И магнитик. Магнитик в этой упаковочке. Магнитик от Дашеньки. Дашенька. А сколько лет Дашеньки? А тут Дашенька, а там может быть как-нибудь Дарья Ивановна уже. Спасибо, Даш, за картонку. Очень приятно. Магнитик. Смотрите, самый лучший блогер в мире. Так решили все. Магнитик. Магнитик будет висеть у меня на холодильнике. На холодильнике у меня тут Высоцкий висит. Магнитик Ласковый май. Оренбург. Также висит у меня город Ейск. И кто-то еще там висит. Голова висит чья-то. Не знаю, часть мы знали чья, но мы не знаем чья. Это еще не все. Ну, вроде маленькая посылочка, столько маленьких всяких штучек. Тут сюрпризиков, смотрите, волшебный мешочек. Что-то мне подсказывает, что здесь конфеты. Дашка, сейчас я чай нажму. А что это, а у тебя рыбы не было? Соленое пиво, рыбы нет? Жалко. Ладно, будем чай пить тогда. Потому что Даша знает, что блогер, лучший в мире блогер кладбищенский любит конфеты. Спасибо огромное. Также у Леонида Гайдая дочка. Дочке уже 65 лет, по информации из интернета. Дочку зовут Оксана. Ой, также есть внучка. Единственная внучка. Есть у Леонида Гайдая, ее зовут Ольга. Так, Ольге сколько лет? Ольге уже... Мы не знаем, сколько лет Ольге, если бы мы знали, но мы не знаем, сколько лет Ольге. Но это не главное, ребятки. Ну и по традиции, ребятки, мы не нарушаем традицию. Так как моя аудитория, это много поклонников Юры Штунова, и вы, естественно, знаете, что Юра на своих концертах очень часто зачитывал записочки и письма от своих поклонников, которые ему там клали и подбрасывали к сцене. Вот, зачитывал, отвечал. И, в общем-то, у нас тоже такая традиция с вами. Мы, те посылочки, которые вы мне присылаете, обязательно, чтобы там было письмо. Не обязательно там, знаете, на 10 страниц, как бы, вот немножечко. Дашенька пишет нам в письме, ребятки. Здравствуй, Андрюша. Ну вот и моя распаковочка подоспела из города Электросталь Московской области. Привет, город Электросталь. Очень хочется, конечно, лично с тобой познакомиться, набить тебе морду. А нет, кусок я вырежу. На одной планете все-таки живем, говорит Дашик. А я и говорю, Дашенька, планета-то круглая. А тем более, ты знаешь, место встречи изменить нельзя. Начала тебя смотреть, когда не стала Юры. За все, что ты делаешь, тебе огромное спасибо. Раз, два, три. Три восклицательных знака. Большое тебе спасибо. Спасибо тебе, Дашенька, за эти слова. Твои ролики греют душу. Выходи почаще, пожалуйста, с болталками. Часто не могу, потому что сама понимаешь. Когда много болтаешь, народ начинает беситься. Когда накладываешь стихи, народ бесится. Накладываю музыку, говорят, бесит музыка. Говорят, много говоришь, заткнись. Стараюсь всего понемножечку на канале размещать, чтобы народ не бесился. И судя по рейтингам моего канала, по росту, я отслеживаю статистику. Я все делаю правильно. Есть негативные отзывы, кому-то что-то не нравится, но, как говорят, собака ларит, карават идет дальше. Так, Дашунечка, передавай привет маме. Надя, Надя, тебе привет, Надь, от Даши из электростали. Тебе тоже, Даш. Спасибо маме за такого сына. Каналу Андрей Флор дальнейшего процветания, говорит Дашенька. Бриллиантовая кнопка не за горами. Ну, это прям бриллиантовая. Нам золотой бы еще дойти бы. Серебряную, кстати, хочу сказать, ребятки, мне ссылка пришла. Когда у меня было 100 подписчиков, 100 тысяч подписчиков, ссылка пришла, заполнил форму. Это все там типа поздравляем, награда, хуё-мое. Заполните форму, вам придет. Это заполнил форму. Но, а потом, к сожалению, санкции и, к сожалению, сейчас на территорию России, скорее всего, это уже не скоро случится, скорее всего, уже и не случится. Кнопка серебряная ко мне так и не дойдет. Но я знаю, что я ее заработал. Благодаря вам, мои хорошие, огромное вам за это спасибо. Если бы не вы, то, наверное, не было бы тех роликов, которые я сейчас делаю. Вот на протяжении уже больше полугода, еще даже года где-то, поэтому впереди у нас очень много интересного, не переключайтесь. Уже вот больше полугода, как делаем подобный контент. Я это называю места памяти. Места памяти любимых наших артистов. Я всегда прихожу с цветами. На цветы у меня уходит много денюшек. Моя союзь чиста. Просто как бы не хотелось бы, конечно, что-то отчитываться, потому что, по идее, как бы пошли бы вы нахер. Да, те, кто говорят, там что-то цветы, ему деньги кидают. Ну, вот недавно 40 рублей прислали. Последний ролик я снимал, я купил цветы на 7 тысяч. Это вот только вот была съемка от трех могил. Я, скорее всего, этот кусок вырежу, потому что вообще мне не нравится, когда начинает лезть в чужой карман, считать, кто сколько заработал, где кто что взял. Потому что, опять же, вы ничего не знаете. Вы не знаете, сколько денег тратится. Вы не знаете, сколько денег мне пересылается. Какие суммы пересылаются, какие суммы тратятся на цветы. Поэтому вы вообще, в принципе, не имеете права на эту тему вообще открывать свой красивый сексуальный ротик. Я так считаю, да, как бы без обид. Я считаю, что вы не имеете права эту тему обсуждать, потому что вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете, вы просто либо ставите лайк, либо дизлайк, либо подписка, либо подписка. Всё, больше от вас ничего не требуется. Всё, люблю, люблю, обожаю. Я так взял бы сейчас за шею, вот этот хейтер. Ебал, иди сюда. Не важно, психанул, кусок вырежу. Дальше Дашенька пыс-пыс написала, пыс-пыс, да, пыс-пыс это послесловие. Возьми меня как-нибудь с собой на компанию на Тройкуровское, а то живо в 60 километрах от Москвы и до Юры никак не доеду. Даш, я предлагаю тебе свидание. 23 июня будет годовщина, как нет Юры. Юрия Васильевича Шатунова, мы можем с тобой доехать, потому что я в любом случае поеду. Я буду цветы от всех нас возлагать на могилу Юры. Какой букет будет, я ещё не думал над этой темой, но сильно заморачиваться с корзинами не буду. По причине тех скандалов, которые в последнее время происходят с могилой Юры, ну, не будем их освещать лишний раз, да, но вы поняли, о чём речь идёт. Подумаем, как лучше сделать, как бы ещё у нас полгода впереди. А так, я приглашаю вас на свидание 23 июня 2023 года на могилу Юрия Васильевича в Нотройкуровское кладбище. Меня смотрят шатунята, которые ждут всё время выпуски с могилой своего любимого артиста, которого, к сожалению, уже нет в живых. Но я всегда говорю, ребятки, главное помнить. Всё, Дашенькин, зачитал я письмо. О, Даш, на связи, вот сапху её мою, мы с тобой на связи, я тебе черкану, сходим, вот, цветочки возложим от всех нас. Мне единственное, знаете, я не люблю вот этот ажиотаж, конечно. Ажиотаж вот этот вот мне не очень нравится. Во-первых, я человек такой, что при всех вот этих хихихаха, которые вы видите в болталочках к кладбищам, я всё-таки отношусь более серьёзно. Я никогда на могилах не шучу, не смеюсь, вот это всё-таки я люблю тишину. Возле могилы людей, которые мне не безразличны, любимые артисты, вот, я люблю тишину. Впереди у нас ролики новые, ребятки, впереди новые ролики, у нас февраль месяц, хочу вас поздравить, да, у нас февраль месяц наступил, мы выжили. Про то, что критикуют, я сказал, тоже вкратце сказал, ребятки, критика, это хорошо, критика даёт нам возможность меняться, расти, расти, именно расти, потому что были комментарии касаемо того, что раньше ролики были интереснее, ты больше болтал, они были более живые. Вверх растёт аудитория моего канала, следовательно, я обязан уже немножко, как бы, думать, что я где говорю. Косяки бывают, и это неизбежно, потому что я не зачитываю Википедию, запробовал я этот формат, когда был в том году осенью на могиле Ноны Мордюковой, если помните. Приезжение Белоусов, когда мы посещали в день его рождения, если помните, у меня был формат, я за кадром зачитывал биографию, мне это не очень понравилось, я сделал один ролик в таком формате, и мне не понравилось. Мне было скучно, но я его доделал, мне нравится больше формат именно живое общение, я иду, рассказываю сам. Да, где-то косякнул, конечно, это моя вина, но есть рубрика «Работа над ошибками», есть комментарии, в которых вы можете всегда какие-то мои помарочки прокомментировать. Мы вот сюда пойдём. А вот тут пойдём. Ну вот, ребятки, мы побывали сегодня... Блин. Ну вот, ребятки, нет, что-то ужасно смотрю. Поэтому я в любом случае буду работать в том же формате, в котором я снимаю ролики, где-то добавляю стихи, стихи я выбираю очень скрупулёзно, не просто так нашёл, я обрабатываю стихи, я их все прослушиваю до конца. Мои друзья, мои фанаты, хочу спасибо вам сказать. У нас был неудачный опыт с зачитыванием стихотворения одной поэтессы, это всем известный скандал, скандал, мы всё удалили эти, потому что девушка эта поэтесса, она отозвала, я не помню её имя, она отозвала страйк, слава, вот, и она отозвала страйк с моего канала, который, как она сказала, я не думала, что это всё так развернётся, что это всё так вот, знаете, закрутится таким вот большим снежным комом, и в её сторону полетит столько хейта. Для себя я узнал, например, что у меня огромная армия зрителей, поклонников, защитников, и мне не пришлось даже вступать в полемику и разбираться с касаемо вот этого всего, мои ребятки, они сами порвали поэтессу, мне потом пришлось, конечно, всё это как бы всех утихомиривать, но спасибо папе с мамой, что у меня такая зрительская аудитория. Вам огромное, ребятки, спасибо, я вас всех очень люблю. Это была очередная болталка, она, может быть, не была не такая смешная, потому что, в принципе, как бы не сильно мы смеялись. Впереди у нас, не буду говорить, какие у нас будут ролики, но будет интересно, будет интересно, март месяц будет очень насыщенный, впереди у нас будут портретные выпуски. Я буду стараться болтать больше, конечно, без всяких вот этих вот. С другой стороны, как бы и спрашивать никого не буду, надо будет, буду болтать. Не надо будет, буду стихи зачитывать, как бы это всё, это как бы разберёмся, да? Вам огромное спасибо за внимание, за то, что посмотрели эту болталку. До новых встреч. Андрей Флор был в эфире. Пока. Все, пока.